Здравствуйте! Это программа служителя, я Дмитрий Кошлев. Наш телепроект – это рассказ о людях, которые служат, каждый на своем поприще. Наш нынешний герой – главная сестра свято-георгиевского сестричества Наталья Радостева. 12 лет она ведет за собой барышень в больнице, дома престарелых, детские приюты. А в единое движение сестры организовались вот здесь, в православной библиотеке на вокзальном спуске. В конце 90-х в этом здании на втором этаже в аккурат над магазином регулярно собирались верующие и думали о том, как бы направить свою энергию в доброе русло. Пока не пришел священник Алексей Головченко и не предложил возродить в епархии свято-георгиевское сестричество, которое действовало в губернии с 1892 по 1917 год. Мы были без документов эти люди. После выздоровления мы их оформляли, помогали им паспорт выправить, документы оформляли в дом престарелых или вот в ковров интернат отвозили. Сестры возродили традиции дореволюционного сестричества. Только что на места боевых действий не выезжали. Было такое положение где-то на конец 90-х годов, когда вообще было очень тяжело везде, в больницах, в домах престарелых, во всех социальных учреждениях. Ни средств не хватало, ни людей не хватало. И, конечно, собиралось много волонтеров, которые помогали. Мы там палаты убирали, утки выносили, и окна заклеивали, и мыли их, помывкой занимались, и разносили питание, все. Вот этим всем занимались, да. А сейчас, ну, уже как-то более так у них, со штатом стало лучше. Ремонт они сделали хороший, средства начали поступать, и просто они в этом сейчас не нуждаются. В настоящее время сестры оказывают больным в основном духовную помощь. Наиболее трудное служение в каких клиниках? Трудное служение, это всегда, конечно, в доме престарелых, там есть палаты лежачих больных, очень тяжелых. Психотерическая больница тоже там достаточно такой вот, когда приходишь, они категорию проводят. Много таких людей, очень таких, с паломными судьбами, тяжелых. Они такие вопросы жалко, их задают вопросы, такие просят о помощи. Вот даже просто как бы общаться, смотреть на них очень тяжело, жалко этих людей. Вот, патронаж всегда тяжелым был. Уход, вот мы с вами познакомились как раз, когда ухаживали за Евдокия Петровной. Да, да, да. Вот, пресно поминаем, мы всегда ее вспоминаем. Вот, достаточно тяжело за такими лежачими людьми ухаживать. А вот Евдокия Петровна, она же не в больнице была. На дому, да, это домашний патронаж. На дому-то вы тоже ходите, да? Ходим, да. У нас, конечно, сейчас немного патронируемых за недостатки людей. И вот, сейчас патронируем из химонахини Алипия, вот, матушка наша церковная тоже человек, все же церкви посвятила. Вот, 8 лет уже за ней ходим, она слепая, да, вот, и вот это длительное такое уход. Который в Свято-Тройский храм. Да, да, мы сейчас за ней ухаживаем Алипия. И вот за Петровну это мы ухаживали 5 лет, то есть вот этот длительный уход, ежедневный, достаточно сложный. Ну да, люди-то не встают, и плюс со своими какими-то претензиями и капризами. Да, это всегда так. Как я помню, такие Петровны-то. Но она была еще ангел по сравнению с другими. А вот вы сказали, людей не хватает. Сейчас охотно идут? Нет, у нас в дом, нет, очень мало приходит сестричество. Ну, это ведь дополнительно еще, как бы, труд и время от своих каких-то отделов, от работы, от семьи. Это же все отрывается. Вот, в основном, у нас такая вот костяк, как сложился изначально, вот он так и держится, вот этих вот сестер милосердия. Приходит мало. Но это в основном пенсионеры или люди не работающие? Да. Нет, есть у нас и студентки, но их немного. В основном работающих нет. Потому что это нужно время. То есть время уделять этому. И труд бесплатный, да? Да, труд бесплатный у нас. Слава Боже, утро наше. А образование какое, как правило? Разное, всякое образование. Тут просто желание, вот это стремление спасти свою душу, послужить ближнему во спасение его душе. Спасают сестры не только души болящих. Известны случаи, когда по их молитвам выздоравливали, казалось бы, безнадежно больные. В областной больнице у нас мужчина поступил с диагнозом рак. Вот. И он такой пришел в комнату, так достаточно уныло, можно сказать, так подавленный. Две недели он был в больнице. Происходило еще дополнительное обследование, подготовку к операции. Вот. А потом сдали анализы повторные. У него ничего не оказалось. Но он каждый день приходил, серьезно молился. И мы за него молились в комнате. Девочка, подросток, Галина ее звали. Вот. У Жанна, у нее тоже была, значит, рак крови. Вот. Состояние было тяжелейшее. Она уже попала в реанимацию, как бы уже было безнадежное. Пригласили батюшку. Мы пошли, пособоровали, ее причастили. И у нее резко улучшилось состояние, ее выписали из реанимации. Ну, много случаев таких. Вот. И Господь помогает. Вот. Духовная она очень важная составляющая. Даже в телесном здоровье человека. В настоящее время сестры оказывают духовную помощь в выздоровлении больных в десяти клиниках Владимира. Работают восемь филиалов при центральных районах больницах области. При всех лечебных учреждениях открыты молильные комнаты. Правда, сестер взымают арендную плату за использование лечебных помещений в религиозных целях. И велика ли арендная плата? Для меня откровение, честно говоря, что за молильную комнату надо платить аренду еще. Да, да. Ну, она по социальным размерам, ну, где-то тысячи три, в среднем четыре тысячи в месяц арендная плата плюс коммунальные услуги. Вот. Городские комнаты, которые принадлежат городскому, значит, имущество, они освобождены от арендной платы, только коммунальная. А вот областные еще у нас пока, как бы, этот вопрос поднят. Вот мы обращались к губернатору области, Виноградову. Вот он пообещал помочь, но пока, как бы, вот этот вопрос завис. Хотя вот комната молильная на Содушке, она уже, как бы, на грани закрытия, они не в состоянии платить такие деньги. А не это кто? Комната молильная. Ну, то есть... В психбольнице областной, в поселке Содушка. То есть там психиатрические больные, у них нет на руках, то есть там нет таких доходов, вообще никаких доходов нет. Это все во славу Божию делается. И платить аренду просто не с чего. Так нет, а кто платит? Церковь платит. А, церковь. Церковь платит аренду, да. То есть приход, который ближайший, да? Нет. Комната молильная платит. Вот, должна заплатить комната молильная. То есть как с любого прихода, да? Да, да. То есть чтобы, как бы, там проводить свою работу. Непонятно, вот, коммунальные услуги. Но там, допустим, отопление, свет, это же как для всей больницы идет, так и для вас. Да. У вас там нет ни отдельно, там, отхожих мест, каких-то таких умывальников, прочее, прочее, все же общее. Да, вот так рассчитывается арендная плата и коммунальные услуги. Хотя, когда начиналось все это, лет, наверное, 10 назад, был заключен договор между патриархом и министром здравоохранения. И просто нас туда звали, приглашали. Это же нужно, в первую очередь, для больных. Как говорится, в первую очередь, лечение начинается с лечения души. Да, душа, как говорится, излечивается, и болезнь поддается, быстро излечения, телесная. Вот, нас приглашали. Вот, ну, потом вели вот эти вот, уже начали вводить арендную плату, коммунальные услуги, в общем-то, обложили комнаты такими, как бы, податями, что уже тяжело становится некоторым, даже просто не под силу это выплачивать. Преодолеть невзгоды главной сестре свято-георгиевского сестричества помогает Бог, молитва, да еще сибирская закалка. Из-за Урал во Владимир Наталья перебралась 20 лет назад. Так вот приехала Бог, как бы так привел сюда, потому что там, в Красноярске, где я жила, там храмов не было, а я всегда тянула, где много храмов. Вот я хотела именно в церкви быть, в своей жизни посвятить. А сейчас, конечно, уже, слава Богу, везде храмы, монастыри. Вот, я приехала сюда к родственникам, здесь родственники у меня. И вот так осталось, понравилось. Ну, а семья ваша, она из церковной среды или вы единственная такая? У меня крестились, дедушка старообрядец крестил на дому. В Сибири, в Тайге родилась, там деревня, где вот в церкве там не было, а жили старообрядческие поселения, такие старообрядческие. Там все делали вот такие вот старцы, как бы вот духовные. Нет, нет, да. То есть он меня сам крестил. Всех там, ну, в общем, у меня, конечно, все службы, вот они сами по этим книгам старинным полностью исполняют. Все ночные у них, где не все абсолютно было, но священников не было. Такие вот, как бы, направление такое старообрядческое. А когда я сюда приехала, уже я здесь покрестилась, в храме, уже в православной церкви осталась. Во Владимире у Натали родился сын. Сейчас он вырос, поступил в Свято-Тихоновский богословский институт. И теперь Наталья наставляет на путь истинные ребят из детского сестричества. Создано оно при Владимирской православной гимназии. По праздникам дети выступают перед больными со спектаклями. Выполняют и более ответственные поручения. Они еще патронажем занимаются. Они у нас вот к Матушке Олипии ходят уже второй год. Ну, с удовольствием ходят. С удовольствием ходят, да. Что-то рассказывают? Нравятся. Читают ей, что она просит. И молитвы читают, и жития святых, и вообще какого-то у них такое общение идет духовное. Потому что Матушка, конечно, ей есть что рассказать всю жизнь в церкви. Она же схемонахиня. Она схемонахиня, да. Есть что передать молодому поколению о церкви, о истории церкви, рассказывать. Потому что она много повидала в свое время. Тяжелые были времена. Вот они выстояли. Она такая суровая. В этих временах она суровая. Она сейчас суровая. Да, я помню по Свято-Троицкому храму, когда она за ящиком стояла. Да. Дай Бог, кто-нибудь начнет говорить. Старая закалка, да. Это старая закалка. Такая старая гвардия. Последний из магиган, которые вот так вот тоже потихонечку уходят у нас. Кроме духовной поддержки больных, сестры несут послушание в Успенском соборе, прихожанами которого они являются. В храме хранятся мощи покровителя сестричества, святого князя Георгия. Достаточно много мы бываем на богослужениях, молимся о мощи, молимся за сестричество, за наших больных и подопечных. Потому что молитва – это основа. Благотворительность – это крылья молитвы. Как сказали, молитва – это духовная жизнь, основа всего. Это улица Карла Маркса. До революции она называлась Мироносицкой. На месте этого дома стояла церковь. Во имя святых – жен Мироносиц. Напротив, стараниями сестер была построена одноименная часовня и поставлен поклонный крест. Наталья Радостева мечтает, что когда-нибудь на этом месте вырастет приют для бездомных, сирых и убогих. Проект уже готов. Дело осталось за малым. За городскими властями. Один из чиновников высказал противопоказание, мол, в историческом ядре бездомные будут портить лицо города. Я Дмитрий Коршелев. Новый рассказ о служителях на следующей неделе, в тот же день и в то же время. Дай ты Бог. Субтитры создавал DimaTorzok